Несколько раз в неделю на дворовой площадке Кирилл вытачивает из себя чемпиона. Сначала он занимался дома с резинками, затем на турнике, а этим летом вынес свой спорт на улицу. Выходы на две могу 8 раз сделать, а обычные подтягивания в классическом, без помощи ног, где-то 21, где-то там наделал. Лучше в классе? Наверное, да. Технику ищет в интернете, сам составляет расписание и подает пример одноклассникам. К спортивным вылазкам Кирилла подключился его друг Богдан. За дистанционное обучение я немного меньше стал подтягиваться. Решил набрать форму обратно. Мой рекорд 15 подтягиваний, хотя вот недавно я три раза только мог. Я тренирую много различных хватов, чтобы все мышцы сразу прокачать, а не только одни. Потому что это не круто. А вообще в этой спортивной кампании 4-5 мальчишек. Сегодня поучаствовать смогли не все. Парни объединились вокруг Кирилла и вместе растят мышцы. Вот только делать это качественно здесь сложно. Здесь удобно вообще заниматься? Ну, не очень. Турник низкий и перекладина большая для хвата именно. Можно отжиматься, но это хоть где? Ну, все. Поэтому парни идут за 2 километра на территорию 132-й школы. Здесь их возможности в разы выше. Турник, кольца, высокий турник, чтобы что-то делать. Я, например, на количество, кто-то на качество, кто-то с весом дополнительным хотят еще заниматься. Пару часов на дорогу туда-обратно, еще 2 часа тренировок и все это несколько раз в неделю. Отец Кирилла Максим признается, что с началом учебы сыну, возможно, придется сократить свои спортивные занятия. Несмотря на все плюсы. Становятся сильнее, более ловкие, более подвижные. Какой-то интерес присутствует. То есть не все время проводить в гаджетах, в интернете. При этом никто не заставляет и не уговаривает. То есть все сами. Спортсмены обычно всегда четко следят за графиком. Они и уроки успевают учить, они и спортом успевают заниматься. И вот чтобы приучить ребят к этому с самого начала, с самого раннего детства. То есть площадки уличные, они просто необходимы. По словам общественницы Анны Галицкой, в Барнауле несколько проблем с дворовым спортом. Не хватает уличных тренеров, старое оборудование, но чаще самих площадок в городе немного. Но процесс их обновления идет. По информации мэрии, в 2020 году в рамках муниципального проекта «Городская среда» установили 27 уличных тренажеров. В 2021 году оборудовали 6 точек города. Количество оборудованных спортивных сооружений, расположенных на территории города Барнаула, в 2020 году составило 1377, а в 2021 году увеличилось до 1466. Ускорить этот процесс могут и сами жители, подав заявку на реализацию инициативных проектов с 19 по 23 сентября в администрацию города. Несколько барнунских родителей, не прилагая усилий, поняли, насколько важна среда для развития ребенка. Так может, об этом стоит подумать всем? Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.